Всем привет, вы находитесь на канале FastGoreTV, мы с вами продолжаем Deathloop. Даунтаун, новый тип, типа новый день. Утром по улицам броят разве что ранние пташки и те, кто страдает бессонницей. В воздухе уже разлито предвкушение очередной вечеринки. Той же самой. Нам нужно забрать ПЗП из нашего сейфа, потому что Джулиана в прошлый раз успела перехватить всю эту историю. Но у нас также в даунтауне есть две находки. Во-первых, Чарль управляет сетью Минником, whatever вообще это значит. И в библиотеке полно крутого оружия. Надо туда заглянуть, если что, вряд ли в петле потребуют заплатить штраф за просрочку. Я хочу понять вообще, насколько имеет смысл вот это делать, потому что мы сейчас пойдем, добудем это оружие. Допустим, оно действительно крутое. Я не могу его сохранить между циклами. Возможно, у нас появится возможность, но типа сейчас все оружие, которое было у меня в предыдущем цикле, просто забыло. И теперь я снова с этой хренью, пистолетом, пулеметом мелким, который вообще ничего не умеет. И все мои боевые навыки, короче, закончились опять. А это мы сейчас ходим, посмотрим, но расстроен я, короче. Так, а пойдем мы, кстати... Я вот не знаю, я с этой стороны не ходил еще. В нем. Тут, видишь, никого нет. Так, давай начнем тогда с нашего... С нашего сейфа. Я хотя бы знаю, где он. Потом мы можем попробовать скалы скинуть, это не совсем удобно. Пыль вытирать и отстрелить всяких интервентов. Ну, этот ассистент у меня не так... Так, что с этими предметами, зараза? Вообще, он много чего умеет. Прям как моя тетя, а вместо бутырника стаскивает одеяло, и если не поднять сиденье, толчка током долбанет. Прогресс, который мы заслужили... Сейчас они перестанут разговаривать. Ой, иди нахер. Я помню, в прошлый раз я их не убил, потому что думал, могу ли я убивать с прыжков. Как бы могу. Так, а еще они на эту бутылку не реагируют по какой-то причине. Эй, тихо. Ой, короче. Близковато. Ну, нормально. Терпимо. Так, а в квартиру свою мы сейчас залезем через вот это место. Тут очень удобно это делать. Это он заманивает меня так, нет? Я-то схожу. Кстати, вот она, прям здесь рядышком. Жители Черного Рифа, говорит Алексис Дорсик. Я хочу лично поприветствовать вас в первый день вашей новой личности. До начала торжеств осталось всего несколько часов. Выйдите наружу, погуляйте, отдохните. Не надо выходить на улицу. Меня все устраивает. Меня устраивает полное отсутствие вообще людей. Что? Что? От окна мы его отошли? Оба. Что? Как же так? Хватит мне патронов. Бей их всех. Я с удовольствием. Так, шип. Ладно, хорошо. Так, все, здесь должна быть... 6, 2, 2, 1. ПЗП. Эд книга. Протокол защиты петли. Приоритет критический. Выдержка идеологии. Неотъемлемая часть петли и петли. А существует пока они живы. Любая угроза жизни идеологов является угрозой петли. Если все идеологи погибнут в течение одного цикла, петля утратит стабильность и будет разорвана. Не будет больше ни вечеринок, ни экспериментов. Ни вечной жизни. Протокол. В случае угрозы безопасности резидента программы будут направлены в указанные точки на защиту идеологов. Идеологам необходимо избегать контактов друг с другом до завершения кризиса. Разумеется, задача по поиску и устранению угрозы лежит на голове службы безопасности. Это ваш покорный слуга. В общем, берегите себя и наслаждайтесь в несмертием. Кольт Ван. Кольт Ван. Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, 1 день, по 3 часа нарыло. Ты. А ну ладно, а что делать-то? 8 целей, 1 день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. Что? Не. Слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили две петли назад. Или три. Покажи мне, как. Я другой. Слушай, нас тысячи. Или даже больше. Но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это. Это. И это. Лучше бы кольт-апокалипсис. Лаборатория Вензе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. Лаборатория Вензе. В ПЗП написано, что это в комплексе. Можно оттуда и начать. ПЗП не пушка. Но это в какой-то мере даже лучше, чем оружие. Он хранит информацию. А именно, местонахождение всех идеологов в самые уязвыми для них моменты. Другой кольт дал еще одну полезную подсказку. Вензе исследует некий резидиум, который поможет разорвать петлю. Это ваша следующая зацепка. Согласно данным ПЗП, Вензе проводит эксперименты в своей лаборатории на территории комплекса. Отправляйтесь туда. Вездесущность, лаборатория Вензе, резидиум, с помощью я разорву петлю, если... Не, так это не думаю, что сработает. Так, выход, но сейчас мы сначала все-таки в библиотеку. Потому что в комплексе было весело. Если вы помните. И не повсюду. И везде. Поэтому я бы не отказался от пушек. Сблокирована дверь. А я так надеялся. Ну вот я вот тут могу залезть. Так. Кстати говоря, мы тут уже были. Меня тут успешно подпалили в какой-то момент. Ой, как ты неудачно в одиночку стоишь в этом месте. Так, ну и короче, здесь, просто в библиотеке, есть оружие. Это какое-то конкретное место надо найти, или... Оно здесь везде. Шип обычный. Вопыт. Ну, не жадничай. Сейчас не надо. Мне так прекрасно. Ааа, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как-то открыть. Примитивный оружейный брелок. Примитивный личный брелок. Не успела спалить меня, твари. Такой звук мерзкий. Ни к чему. Так, ну тут вот, короче, есть капсула, и тут есть оружие, действительно. Так, более крутой дробовик. Я вот со взломом еще пытаюсь понять, я когда взломываю какую-нибудь камеру, она бесконечно, ну, работает на меня или нет? Или она прямо сейчас меня запалит? Валерчик. Ой, Валерчик, кстати говоря, трибунал вместо шипа я беру, сто процентов. Какой-то пистолет, возможно, классный. Пока что все только синее, да? Эть. 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 Как вы меня бесите, ребят? Не, ну я думаю, долго, потому что она до сих пор работает. Так что, видимо, если взломал, то уже мое. Once and for all. Так не трать время, дружок. Зачем ты время тратишь? Леп 10 улучшенный. Что ты делаешь после смены, может это, светимся? Прям не знаю, что-то как-то похолодало. Правда? Действуй протокол защиты петли. Мои проблемы не будут. Держи канал открытый. Что ты сюда решила пойти? Ну просто почему? Так, надо сваливать. Медленно, аккуратненько отсюда сваливаем. Набрали оружие, я понял, короче, как это работает. Ну то есть, по сути, это просто так... Неаккуратно было. Это просто точка интереса, которую мы можем изучить. Да, то есть написано, там есть много оружия, и все. И мы как бы можем там подобрать немножко себе оружие на начало цикла. Что как бы полезно. Но в этом, видимо, нет ничего конкретного. Это не какая-то там побочная миссия, которая откроет мне оружие смерти и так далее. Он забит с толку. Полудень Чарли в лаборатории, каждый день после обеда. Да, это проблема, потому что нам же нужно будет потом собрать как будто общую информацию по графику. Вам надо убить время и 8 целей. Первое в списке доктора Венза Эванс. Почему? Мне кажется, у нас нет каких-то конкретных списков. Какая разница? Но надо убить всех. Ну смотрите, когда мы будем убивать идеологов, мы будем получать те самые способности, которые я хочу уже получить. Я думаю, что Эванс даст мне нужную комплекс. Смотреть электростанцию, разобраться с Егором. Джулиан не хочет, чтобы я ссовал нос на электростанцию. Вечером Егор сидит у себя в комплексе. Алексис открывается на вечеринке в даунтауне. Если спровоцировать основателя программы ОН на драку, он может подсказать, как убрать обоих сразу. Найти материал. Может быть, глава научного отдела программы ОН знает, как переносить предметы из одной петли в другую? Надо пошариться в ее записи и пробирках. Даунтаун. Торгнуться в игру Чарли. В полдень можно разобраться с Чарли Лефией. Я выбираю Чарли и его административный доступ. Пусть поможет мне хакнуть эту проблему. Разрывать петлю. Прикончит весь мир их до полуночи. Я как будто попал в какую-то нелепую сказку. Ну как уж тихаре от корового бухта. Харри это Фрэнк назначают встречи только по утрам. Что ж, пусть Гурсом помощь поможет мне найти мой скрытый потенциал убить их обоих. Ну хоть брелки и набрали чуть-чуть. Протокол защиты петли. За сложными словами простая истина. Если я убью всех идеологов, то разорву петлю. Точка. Я знаю где их искать, но перебить их всех будет посложнее, чем просто выследить. Но ничего, я мужик упертый. Да и времени у меня много. Вы нашли ПЗП и узнали где находятся идеологи. Тем самым вы прошли весь путь по зацепке сами долгий день. Зацепки нужны не только для охотных идеологов. Выберите этот плунт с помощью курсора, чтобы прочитать зацепки в разделе Арсенал. Раздел зацепки Арсенал поможет вам найти и раздобыть самые мощные средства, чтобы разорвать петлю. К ним относятся уникальные модели оружия, слитки, дающие невероятную силу. Одна очень важная способность. Зацепка Вездесущность поможет вам раскрыть один из секретов программы Ион Инфузию. Добавить зацепку в отслеживаемое, чтобы активировать метки подсказки. Выберите Вездесущность с помощью курсора, чтобы следить за ней. Ага. Так, вернуться. Сутки на Черном Рифе разделены на 4 периода. Утро, полудень, после полудня и вечер. Пока вы находитесь внутри одного района, острова период суток не меняется, так что вы можете не спешить. Сейчас полудень, прежде чем вы уже бывали в комплексе в полудень, вы и впредь сможете вернуться сюда в это время суток, либо заглянуть в Даунтаун или на скалу Фристетт. Возможности и угрозы меняются в каждом районе в зависимости от времени суток. К примеру, в лаборатории доктора Ванза Элленс эксперименты проводятся только после полудня. Если вы хотите устроить там обыск по совету того другого кольта, приходите в лабораторию именно в это время. Это не просто указатель текущего времени, суток, с его помощью вы можете перейти в другой период дня. Сейчас полудень, нажмите эту кнопку с помощью курсора, удерживайте, чтобы дождаться наступления второй половины дня. То есть я могу скипать время. При необходимости. Сейчас в комплексе открыта лаборатория Ванза, выберите район, чтобы отправиться сюда. Да подожди, я настроиться хочу. А, я теперь просто выбираю. Найти материалы и идеологи. Зацепки арсенал. Зацепки идеологи. О май гад. Теория хаоса. Это Хэриот, это электростанция. Это Егор и это Чарли. Хорошо. Можно я боевой набор осмотрю? У нас тут есть... Во-первых, вот это пружинистые ноги, личный контакт. Вы еще быстрее убиваете голыми руками и пинаетесь не хуже лошадям. Вы наносите, получаете меньше урона. Ваша взрывчатка не наносит урона. Вместо этого она отмечает врагов фокусировка в увеличенном радиусе. Круто. Здесь. Мой вопот. Расстояние, на котором ваше оружие наносит полный урон, немного увеличивается. Для дробовика идеально. Ну и мы готовы. Мы идем после полудня, комплекс. Потеряла Ванзе. Что же нам сказали идти туда? Мы пойдем туда. Ну там еще четыре зацапки как раз на идеологов. Так что, я говорю, вот по сути мы просто по порядку будем искать информацию. Сейчас, возможно, убьем Ванзе один раз и получим ее, как это называется, штука здесь, которая способности выдает. Осколок, как вот эта вот мистическая штука. Проблема. Да я всегда добиваюсь своего. А как говоришь, не потерять оружие? А, так инфузия же. Ты не за этим связываешь, чтобы я велел сюда прийти. Ты тут не единственный, у кого много я. Просто к сведению. А если я добьюсь? Ага, если. Удачи. Видать инфузии правда крутая штука. Это просто мега крутая штука. Так, мы это хотим. Инфузия поможет мне терять оружие. Что вы думаете? В этот момент все только начнется тогда. Это ж офигенно. А как? Как вы это здесь, что? Что? Как вы это здесь, что? Как вы это здесь, что? Мне такой конец. Посмотрю на вас. Красивых. Я еще и не с той стороны забежал. Вот это я гений. Вот это я... Вот это я гений. Ну что, попрыгаем? Подгоните меня сначала. Я шустрее всех. Я шустрее всех. Я шустрее всех. Я шустрее все закончится летальным исходом. Смерть идеолога может дестабилизировать петлю. Очевидное решение гостя-идеологи. Проверить гипотезу в ходе следующих экспериментов. Эксперимент признан успешно наполовину. При появлении нескольких версий одного идеолога, убийство любой из них высвобождает резидиум, который сразу перераспределяется между остальными версиями. Немедленный сбор его таким... Я думал, игра на паузу ставится. Твою мать. Твою мать. Ложи. Легко не будет. Чш. Это... Осталось десять. Господи. Аж сюда. Охренеть, я был уверен, что игра на паузу ставится, когда я читаю. Она еще и здесь. Не стесняйся, это будет крыша с носа. Смертельная ловушка. Да что ты говоришь? Сейчас не надо. Жесть. Неизвестные и неизвестные наблюдения. Короче, потом прочитаем. Значит, я убиваю всех вензе, потом вот этой штукой собираю весь резидуум, чтобы запустить ее машину. Ну что, разумно. Наблюдение по результатам объявлений этого утра. Заметное улучшение эффективности резидентов Кольта и Джулианны. Мда. Становятся очевидными два факта. Первое. Петля действует уже какое-то время, и они сохраняют память о каждом цикле, в то время как остальные. А главное, мы все забываем. Хватит меня отвлекать. Если все и правда так, можно предположить, что уже некоторое время мы каждый день делаем одни и те же выводы. И далее мы стремимся к сохранению знаний и памяти для нового цикла. То есть, хотя мы и можем сохранять эти сведения, мы очевидно повторяемые добычи. Куда ты это бросил? Продолжим в бак. Осталось восемь. Завидная ограниченность. Ага! Сейчас этот путь я видел, которые помогут сохранить брелоки между циклами. Если мы научимся сохранять брелоки, сможем сохранить у себя. Так. Хорошо. Тут я убил троих. Просто не понимаю, собираю я резидиум или нет? Семья — это навсегда. Ага. Ну, не сжадничай. Так, нет, возьми. Четырехфунтовик. Так. Сейчас. Сборщик работает, конечно, очень странно, но разберемся. А те, которых я убил, считается, нет? Ох, рапира. Я пока на пистолетах. Ну, еще ты. Хочешь смотреть сюда до посинения? Отвернись. Я тебе голову прострелю сейчас. Даю тебе три секунды. Три. Два. Овца. Не пойму, я собираю или нет. Откуда вы такие живучие? Понять не могу. Попрощай, мать. Я в шоке просто. Хватит мне патронов. Так. Мне и так прекрасно. В целом, метод работает, как бы. Я просто иду и выношу ей мозги. Да? Как бы неплохо. Хотел бы я сказать. Послушка, она умирает, но сбор не работает. Вот последняя. Ни к чему. Нет, 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 нет. Ну, турель, это хреново. Ванзе, сюда иди. Ну, может быть, это. Типа умрешь, да? Иди, сюда иди. Иди, сюда иди. Иди, сюда иди. Так, а теперь вопрос, куда я кинул? Куда-то я тут кинул сборщик свой. Это что? Что-то неплохое. Возьмем. Вот сборщик. Черт. Вензе, это я? Шо? И ввысь новая находка, защищенная кодом устройства, позволит управлять разгерметизацией в охраняемой... Кнопочная панель, я не знаю пароля. Вензе, заметки к сегодняшнему эксперименту. Первое. Из-за предательства Кольта я дала системе безопасности доступ к герметизации. Стерилизация запустится, если предатель окажется на территории. Второе. Согласно закону вариативности Эванс, коды безопасности на разных временных прямых могут находиться... Ладно. Значит, влезть в эту типа душевую кабину и кнопку нажать. Черт. Ну и как я должен это сделать? Встать на плиту? Пальнуть по кнопке? Нравится мне это. Ряд побочных эффектов смерть, скромный оплата за возможность сохранить снаряжение. Согласен. А все? Цикл пересопущен? Я так понимаю. Это того стоило. Если я могу сохранять оружие... Сто процентов. Как раз вот... Ну, в библиотеку не надо будет ходить каждый раз. Алексис пригласил Вензе на свою вечеринку. По комплексу разгуливать несколько Вензе, что тут может пойти не так. Защищенный кодом устройства, поможет мне управлять разгерметизацией в охраняемой лаборатории Вензе. Она, конечно, маньячка по части контроля, но и такие ошибаются. Код для управления разгерметизацией находится в лабораторной пристройке. Убить всех Вензе, собрать резидиум, подключить сборщик, это мы сделали. Выбор заданий. Не я. Ну, у нас начало, да, у нас утро. Я же умер. Охренеть. Что, сработало? Инфуза резидиума. Теперь вы можете насыщать оружие, брелоки и слитки резидиумом, чтобы сохранять их при себе при следующих витках Итли. Все насыщенные предметы будут возвращаться в ваш арсенал каждое утро. Чтобы собрать резидиум, ищите насыщенные предметы, разбросанные по черному рифу и следы, оставшиеся на месте убитых идеологов. Вы также можете жертвовать оружием, брелоками и слитками, чтобы пополнить запас резидиума. Резидиум нельзя перенести в следующую петлю, так что не забудьте его потратить. А, если вы погибли, применили репризу, весь ваш резидиум падает на месте вашей смерти, но если репризу у вас больше нет, то начинается новый виток петли и весь резидиум теряется. Вот что это за предметы. Да, да, ты смотри, реально ведь получилось. Ну, кто тут великий ученый? Я тут великий ученый. Как мне тебя назвать? Мистер Пушка будет слишком формально. Может, Пушер? Лопушка? А может, машина? Пухли. А он остается. Пушемет. Пушинатор. Дом, милый дом. Я как будто погрузился глубже. Ни хрена не понимаю. Он типа остается вообще навсегда? Взрывомет! Прям название слабительного. Или мне нужно каждый раз обновлять предмет? Потому что если один раз и навсегда, то тут как бы проблем никаких не должно быть. Ну, один раз резидиум потратил. Мини-кольт не надо. Младший. Не, ну а что, звучит... Хе-хе-хе-хе. Ну, вообще перебор. Кольт второй. Да! Кольт два! В квадрате! Почему я зову Пушку своим именем? Просто убиваю время, вы искрались в тоннелях. Да. Давайте искать новую цель. Блин, я хочу... Того парня, который умеет телепортироваться. По-моему, мы находили... Если я не ошибаюсь. Так, недостаточно резидиума. Смотри, да, трибунал вот этот, он остается у меня. Его не надо резидиумом прокачивать. Резидиум от пожертвования. Офигенно. Некоторые вензи-эванс оказалось слабее вас. Это очень бодрое начало. Получив доступ к инфузии, вы можете обойтись без инструментов вензи. Собирать резидиум самостоятельно и насыщайте предметы, когда накопите достаточное количество. Собирать резидиум умерцающих. Да понятно. Сейчас они будут меня учить просто всему. Резидиум, насытить предмет. Да. Ну, мне это сейчас не надо. На берегу Кольт находит несколько объектов гостей, поэтому вы начинаете каждую петлю с некоторым запасом резидиума. Но его мало, чтобы насытить ваше оружие. К счастью, это поправимо. Многие предметы содержат резидиум, чтобы его извлечь, ими можно пожертвовать. Выберите брелок и оружие с помощью курсора. Пожертвовав амортизатором, вы получите достаточно резидиума, чтобы насытить леп-10. Зачем? Не волнуйтесь, все, что Кольт находит на берегу, включая амортизатор, возвращается в ваш арсенал с началом новой петли. А, то есть можно фармить, типа, так, пожертвовать, д-д-делит, не работает, д-д-делит, а. Делит. Выберите предмет, подтвердите пожертвование. Подтверждаю пожертвование. Теперь у вас хватает резидиума, но я не хочу. Получив доступ к конфузии, вы можете собрать арсенал оружия, брелоков и слитков, которые не боятся разрушительной силы петли. Воот. Слитки наделяют вас мощными сверхъестественными способностями, например, недюжиной силы или умением телепортироваться. У Винза слитка не было, но они есть у большинства других идеологов. Убивайте идеологов, забирайте их слитки. Не знаю, чем заняться дальше. У нас есть зацепки. Если вам нужны слитки, устроите охоту на Чарли Монтегио, чье смещение позволяет телепортироваться. Или на Харри от Морзе, чье сплетение связывает врагов, участь одного постигнет и остальных. Чарли Монтегио. Помните, возможности угрозы меняются в каждом районе в зависимости от времени суток. Бла-бла-бла. Отвали, пожалуйста, Джулиана может вторгнуться, если вы можете разрешить или запретить. Опа. Что-то, кстати, мы сейчас сделаем. Удача, помните, на черном рифе смерть всего лишь неприятность. Хорошо. Боже. Обучение в этой игре просто задушит быстрее, чем, я не знаю, чем комментаторы на ютубе. Окей. Хорошо. Так, нас интересует Чарли. Харриет, электростанция, Егор. Игра Чарли. Так. Космический интервент. Чарли Монтегио считает себя техническим гением. Пора проверить его систему безопасности на прочность. В полдень можно разобраться с Чарли или Фи. Я выбираю Чарли и его административный доступ. Пусть поможет мне хагнуть эту систему. Космический интервент происходит в полдень. Сейчас у нас утро. Но при этом можно время не тратить, например. Ну, можно просто идти туда, куда я хочу. А можно... Попробовать... У нас есть что-нибудь связанное с утром? Ночь, вот, утро. А, ну, электростанция. И Харриет есть. Давайте электростанцию осмотрим. У нас просто как бы, ну, есть утро, почему бы и нет? Типа радиомолчание. Это утро. Так. Значит, здесь боевой набор кольта. Из того, что вы нашли орудия слитков, бла-бла-бла. Я знаю, что это за экран. Несколько раз уже в нем был. Дайте мне поставить пружинистые ноги. Кстати говоря, которые 8000! Намек понял. Это будет непросто. Реприза. Трибунал. Оружия толком у нас нет. Нет, пошлите к МФ-комплекс. Радиомолчание. Смотреть электростанцию. Потом пройдет день. И мы пойдем в даунтаун. Ну, как бы. Просто зачем тратить время? Правильно? Правильно. Да тут интересно начался процесс. И круто, что они сделали вот именно такой режим. Я, короче, поставил только друзья. Потому что... Реально, игроки могут заходить. Это круто очень. Но это, во-первых, нам растянет весь геймплей. Джулиана. Я накачал себе пушку. И брелоки так могу. И слитки. Запросто. Да? Ну и что? Я насыщаю штуки резидуумом. Вот удивил. Венце это на седьмой день придумала. А я почему не знал? Ну, память короткая. Сегодня ты все помнишь, а завтра забыл. Черт! Почему тебе нравится этот остров? Да потому что он классный. А кроме него в этом мире ничего классного нет. Когда-нибудь поймешь. Пока я только понял, что сделал еще шаг к своей цели. В итоге до тебя доходит, Кольт. Вот тогда все и начинается. Во-первых, это нам растянет геймплей. Причем довольно серьезно. Во-вторых. Игроки сейчас особенно. Во-первых, уже прошли за Кольта. 100% игру. Имеют какое-то невероятно мощное снаряжение на Джулиане. Будут залетать, знают карту. Знают, как что работают. Имеют способности. И вообще, короче, в 15 тысяч триллионов раз сильнее, чем я. Соответственно, как-то мне не хочется иметь дело с профессионалами. Хочется в игру поиграть. Давай уже толкай! Вообще-то программа Эрн могла бы выделить хоть немного из бюджета и закупить технику для погрузки этого клава. Верно это просто. Артефак, восприятие. Смотри шире. Никакой двери нет. Давай поменьше болтай. Толкай лучше. Между прочим, я работал над проектом экспериментального оружия в престижной лаборатории. АВЦ, то есть доктор Эмм... Так, наша ценная работа. Что здесь изменилось за это время? Почему теперь я могу пройти? Вот электростанция. Она открыта теперь. Ха-а-а. Хватит мне патронов. Мне и так прекрасно. И что этот... Ой. Внимание! Нет питания! Не работает. Нет питания. Блин, мать, ты такую неудобную позицию выбрала. Я вообще убить смогу? Смогу. С чего ты взял... Ммм, успел выстрелить. Дурак, что ли? Обхожу! Огонь на вас! Он тут! Всех сюда! Ложись! Все сюда! Все? Или ко мне кто-нибудь попробует дойти, может быть? Ну, не жадничай. Он там, давайте, где? Вы-вы-вы-то где? Ого! А-а-а, какая приятная ситуация! А-а-а! Прикрой! Перезаряжаю! А-а-а! А-а-а! Ну? Скок у вас здесь? А-а! твои друзья мало интересуют ну смысле слева они меня не трогали этого как бы я бы тоже не трогал все успокоились не успокоились кто же это может быть овца может хватит я сам все починю сам иду все батарейки что все начинаете вот зачем тебе это нужно было так разъем для генератора стартера генератора господи тут надо че сочинить все это так куча шипучки дырмовая энергия у нас зато хотя бы тут есть место где все заряжается осталось только найти а сколько надо батареек то в итоге раз едва да две батареи искать должен быть же где-то склад какой-то в моем понимании как бы это нормальное вроде место у них по идее должен быть батареи на складе не патроны для дробовика а батарея и новая резидиум хоть резидиум тоже круто вот какая моя любимая книга песни или пьеса я всегда обожала пятый фортепианный концерт моера кеслер без чего я не могла бы отправиться на черный риф кроме полного набора оборудования а полагаю без любопытства наша аномалия единственная в своем роде а мы вокруг нее образуем особый род единства нравится ли мне быть в центре внимания я об этом не задумывалась и тебе не советую внимание это что с мадам происходит кстати у нее резидиум есть что как книжки уже найди нам батарею батарею найди и мы снова будем делать вид что это настоящий ученый батарея батарея где же наша батарея скорей ищите батарею а то в энзе психонет отдохни резидиум было бы неплохо получить она же светилась батарея блин она приелась теперь батарея найди нам батарея ой батарея мужчинка так патроны двк стабильный личный брелок трибунал так одна батарея есть нам нужна вторая еще а она не видела как я маску на этот сними с лица своего может что-то увидишь пюро так что у нас здесь ничего ничего даже нет подожди сюда тоже нужна батарея ё-моё мужик конечно тоже очень внимательный а это грустная ситуация на самом деле 4 батареи это жесть метролизатор поля метролизатор поля блин это только одна батарея а есть еще тут такое целое испытание построили это не батарея а так похоже вот иду значит с батареи а пытаюсь вспомнить где ее заряжать ааа па 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 где там зарядка была она была по моему сверху не подожди не сверху вот тут она была батарея зарядилась а как только я запущу батарею можно повторно а это круто то есть батарея как не не ой надеюсь ты не сломалась то есть батарея многоразовая кайф все тогда проблем нет проблема в том что это тоже два генерала там мины ага yeah that's funny давай сначала простые запустим так а теперь ее надо зарядить потому что мне не хватит на два генератора и возвращаться сюда проходить вот этот полосу испытаний с лазерами минами и турилью всегда мечтал о полосе препятствий сейчас для зеленого по-быстрому хоп и поехали уж не знаю в че там идея как я буду это сейчас сделать смотри вайзера хрень в принципе надо выключить туриль как-то вайзер это как бы ну обезвредить это ж не проблема не проблема стартер генератора только не ааааааааааа я так и знал я так и знал я так и знал аааааа батарея сломалась я дурак агг получается да Всё бессмысленно получается Батарея больше не работает Вот это я Ну, может быть Тут есть ещё одна Как бы давайте Не будем терять надежду Давай, там есть пиксель Товца ты такая Ну, один же генератор остался Точно всё, она не работает Она не работает И там второй батарейки нет Мать вашу Ну, ты серьёзно? Это, кстати, легко, смотри Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп А, ну я взрываю генератор? Или нет? Не, нормально работает Блин Не, подожди, но Это тупо Это же батарея в туреле Турель-то работает Турель-то работает Не просто так Вы что думали? Ну так вот А, нет Всё-таки сломался И, типа, вы хотите сказать, что я должен приходить сюда в следующем цикле, потому что это был фейл Какие вы Интересные господа То есть То есть Я понял Сука Говно И всё? Это не имеет смысла теперь? Реально? Вот так вот просто? Зашибись Очень интересный подход, ребят Спасибо Варвар лететь сюда можно Бессмысленно Я генератора последний не запущу ТТС надо будет приходить сюда заново Всех тут опять убивать Подбирать батарею У которого, кстати, ещё одна батарея есть Генератор-то уже не работает Может, что-таки это поможет мне как-то Питание Знак 1 Какой-то код здесь есть Комплекс Абдем Фрестентрок Карис Ага Ничего мне это не даёт Но это сработало Но эти же тоже можно будет активировать, правильно? Просто пока мне это не нужно, видимо Как минимум первая задачка Вот это Решено На карантине Маленький укол, чтобы крепче спать Да им плевать, мы ничего не знаем Почему я, кто шлёт мне эти сообщения И откуда И когда Это их вина Шептанные по углам О, кабури Вау Подопытный кролик Моё сердце бьётся ровно Остальное неважно Опа Так Моментик Питание ракетоплана по шине Б Выключить Включить питание Шины мои есть Питание БиЭксар Выключить Герметизация Отключить БиЭксар Есть Герметизация Есть Подать питание Ворота ангара Икс 5 Лейтенант Чего вы тянете? Включить, выключить Поехали Как скажете, шеф Капитан Ван Переходим к запуску Что, не понял Станция Ясень Внимание Начинайте отсчёт Ух, кто я? Ладно Десять Девять Восемь Семь В этот момент нужно нажать кнопку Да, вот эту Теперь зажигание Что, уже? Ладно, пристёгиваюсь Родина вас не забудет Четыре Три Два Один Ноль Боже, наградов Собутит Я летал на ней Это многое объясняет Получитель лейтенант Наталья Собол Младший научный сотрудник Станции Эра Отправитель Майор Разник Начальник службы безопасности После досадной потери Предназначенных для эксперимента Ресурсов, включая капитана Старший научный сотрудник Пищик Была освобождена От своих обязанностей Теперь эти обязанности Возложены на вас Вам будет доверено Несколько кодов доступа Включая код Главному регулятору Напряжения генератора Все необходимые документы Находятся в здании Архива Горизонта Расположенном рядом С воротами В даунтауне Они хранятся В стеллаже номер один В отделе документов Ограниченного доступа Не забудьте взять С собой удостоверение Личности Военные очень рассчитывают На ваш профессионализм И проницательность Доктор Собол Не подведите их Главный регулятор напряжения Этим можно устроить Джулиане Реальный напряг Ха Пойду удостоверю Свою личность Это в даунтауне Нам кстати в даунтауне Надо Но Не факт Что сейчас Ну имею ввиду Там может быть Какой-то тайминг Другой Блин Вот эта пушечка У меня Но она наверное Очень дорого стоит Чтоб сохранить У меня столько Резидиума Скорее всего нет Это что Эй Это же тот мужик Эээ Тот мужик Это я да Тот мужика Тот мужик Тот мужик Всем пока Увидимся как-нибудь в следующий раз Ну, завтра Ну, вы поняли Бучу поднять и убежать, моя любимая Так Не, мы не просто убиваем время Я тут нашел себе пушечку Сколько она стоит? Три миллиона резидиума Я, мне плевать, она мне нужна Для Войны Которой я занимаюсь прямо сейчас А, ну, типа, как будто мы ничего не сделали, да Обыскать архив Офис архивариуса Ой, как же хорошо Восемь тысяч, кстати Слушай, ну я сейчас просто другие пушки продам Сколько-то мы там накопили, смотри Восемь тысяч У нас сколько? У меня четыре семьсот пятьдесят А, я предлагаю Да отвали, я понял, как это работает Рапира Ай, бесплатно и бесполезно А трибунал, типа, блин И круто Брелоки какие-нибудь Лечебная взрывчатка, вот, например, да Можно пожертвовать Тысяча двести пятьдесят Ружинистые ноги, кстати Ну, я бы их отдал Но это Слишком круто Сейчас мы что-нибудь В брелоке оружие сдадим При попадании враги не только получают уронную терет энергию Подвижные снайперы, вы быстрее двигаетесь в режим прицеливания Не зря тренировались Короче, вот это все нафиг Семь тысяч есть, остальное мы накопим За У нас же будет сейчас еще заход На цикл Вот, я думаю, будет У нас восемь тысяч И я обязательно сохраню эту пушку Потому что, посмотри на нее Просто Это же машина Брелков, правда, нет Зато рапиру можно носить Но это обычное оружие Зачем обычное оружие насыщать? Какой в этом смысл? Костюм можно сменять Но у нас нету костюмов Здесь можно изменить облик вашего персонажа Играйте за Джулиану Повышайте рэнк охотницы Чтобы получить новый стиль для Кольта и Джулиана Буря в пустыне у меня есть зато Угу Там был бы еще какой-то Если бы я покупал Делюкс Который Там только скины, впрочем, и есть Такой мне нравится Нормальный, неплохой скин Так Куда мы, как мы, что мы Значит По зацепкам Арсеналы, кстати, тут Другие Инфузию мы завершили Есть слиток Карнезис Слиток смещения Но это же получается Как раз вот мы находим У конкретных ребят Поэтому мы В процессе А, архив в любое время Отлично То есть мы сейчас как раз Идем в даунтаун Видишь, как мы хорошо сходили На радиомолчание Зацепка отслеживается Мы просто сейчас еще пойдем К Чарли Чтобы убить его И забрать Его Слиток Получить перемещение Потому что телепорт Который из Дизонорда Это Ну, это слишком хорошо Чтобы Не иметь его И в архив зайдем Как раз тоже Даунтаун Кайф Но Сделаем мы, наверное, Должно в следующей серии На этом пока что все Так что если вам понравилось Это видео Поставьте лайк Прокомментируйте Подпишитесь на канал Если вы еще не подписаны И не забудьте Нажать на колокольчик Чтобы не пропустить Новое видео Увидимся с вами В следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok